Артём Малых, вице-президент Международной Ассоциации Новгородской Молодёжи. Вот, значит, я бы хотел краткое такое выступление сделать, ну, несколько общих тезисов сказать, и после краткую ситуацию по тому, как преподаются сейчас государственные языки в некоторых юноугорских республиках, в четырёх юноугорских республиках, где вообще есть понятие государственных языков. Просто для вашего сведения, чтобы вы понимали, насколько критичная ситуация. Ну, во-первых, я хотел поблагодарить организаторов мероприятия за то, что всех нас собрали. Большое спасибо нашим татарским коллегам, татарским друзьям. Вообще отрадно, что татары и Татарстан сейчас локомотив этого процесса. Больше вас больше. Потому что бы отстаивать самобытность языков и народов России. Это очень важно. Вы большие молодцы. Что я хотел сказать, что вот в отношении нашего коллеги, который бизнес-тренер, я хотел отметить, что дело в том, что сейчас ведётся такая очень мощная информационная кампания против нерусских языков, которая представляет языковую ситуацию в России абсолютно в перевёрнутом виде. Если мы посмотрим на сообщения федеральной прессы, если мы посмотрим на вот эти формулировки законопроектов, у нас может сложиться впечатление, что татарский язык, башкирский язык, гудмуртский, коми или там, не дай бог, ещё какой-то более мелкий по численности носитель язык может нанести ущерб русскому языку. Это ведь совершенно ложная и совершенно невообразимая ситуация. Ни в одном регионе России никакой местный язык не может нанести ущерб русскому языку. Он не может нанести ему ущерб ни в общественном пространстве, ни в школе, нигде. Русский язык доминирует везде. У нас, наверное, уже 98% населения билингва с рождения, да, за исключением каких-то отдельных случаев. То есть все люди владеют русским языком практически на уровне родного, в большей или меньшей степени. Русскому языку нигде ничего не угрожает. И когда в федеральной прессе появляются сообщения с формулировками не в ущерб русскому языку, но это какое-то просто преступление против здравого смысла. К сожалению, так устроено информационное пространство в России, что люди, многие на это клюют и ведутся. И считают, что действительно где-то там в Татарстане русский язык ущемляют, да. Ну это же абсолютное безумие. В этом плане нам очень важно координировать усилия для того, чтобы доносить объективную информацию и разваливать вот этот дискурс, неправильно созданный, специально так сконструированный, бороться с тем, как употребляются понятия. Давайте посмотрим, вот как сейчас дискурс строится, вот все слово употребления вокруг этой тематики. Добровольное изучение языков. Почему-то только в отношении нерусских языков есть формулировка добровольное изучение. В отношении русского языка нет такой формулировки добровольного изучения. Как другие коллеги отмечали, в отношении физики, математики нет такое даже понятие добровольное изучение математики. Нонсенс, да. В отношении нерусского языка, не дай бог, там не будет доброй воли родителей или законных представителей. Создается, значит, специальная ситуация искусственного противопоставления. Одних предметов, которые как бы законны в школьном расписании, и других предметов, которые незаконны в школьном расписании. Вот русский язык, математика, они в школьном расписании законные, а чувашский язык, татарский язык, они как бы незаконные такие. Они должны доказать, что они должны попасть в это школьное расписание. Дальше, принуждение. Почти там каждая третья статья федеральной прессы выходит с формулировкой принуждения к татарскому языку. Но какое принуждение? Почему вы не пишете принуждение к математике в школе? Давайте писать так, это будет тогда, ну, вообще восхитительно. Будет просто феерия, принуждение к математике, принуждение к физкультуре. Давайте весь школьный, значит, дискурс развалим в отношении каждого предмета, тогда будем решать, принуждение там или нет. Да, то же самое, как сейчас употребляются понятия. У нас в России очень любят, особенно с высоких трибун, разные лица, облеченные властью, говорить о российском многообразии, российской многонациональности. Они говорят, что вот в России живет более 170 народов, в России говорят на около 200 языках. И вот после того, как они это говорят, обычно дальше следует тезис. Но это же не значит, что мы должны поддерживать все эти языки, вы же понимаете, что нереально каждому ребенку обеспечить преподавание его родного языка в каждой точке России. Но поймите, ведь никто об этом и не говорит, никто же не просит. Ввели всеобщее изучение коми-языка. Я называю это всеобщее изучение. Не обязательно, а всеобщее. Всеобщее изучение коми-языка. Там такая программа, что в коми-школах коми изучают как родной, обычно это сельская местность. Это примерно два урока в неделю. Значит, в городских школах изучают коми как государственный. То же, значит, да, это в среднем два часа в неделю. Для территорий вот этих северных специальных, Воркута, Инта, где в основном превалирует, значит, приезжие население, кто приехали работать на шахты, у них один час коми-языка. Значит, сейчас в коми была большая достаточно для коми-республики компания, когда министр образования коми осенью поспешила издать указ, который бы вводил, значит, факультативное изучение коми как государственного языка. То есть, по сути, обнулял вот это всеобщее изучение коми-языка. В коми поднялась общественная компания, они собрали 4000 подписей за две недели. В результате глава республики издал указ, приостанавливающий действия указа вот этого министра образования. Ситуация осталась на месте, но что сейчас происходит в коме? Там сейчас проходило вот в мае, проходило анкетирование. Родители опрашивали о том, какой у них родной язык, у их детей коми или русский. И также родители должны были заполнить заявление об их согласии изучать в вариативной части коми как государственный в формате 1 час в неделю. То есть, коми как государственный перестает быть в обязательной части учебной программы в коми. В тех школах, где его выберут из вариативной части, он будет изучаться 1 час. Более того, ситуация осложнялась тем, что в ряде даже коми, сел, учителя склоняли родителей выбирать в качестве родного языка не коми для своих детей, а русский. Удмуртия, наверное, самая дурацкая и плохая ситуация из всех финно-угорских республик. Значит, как государственный язык удмуртский в таком статусе не изучается. По сути, удмуртский изучается только как родной язык удмуртскими детьми в сельской местности. И то только в тех населенных пунктах, где превалирует удмуртское население. Значит, вот у меня есть статистика, что удмуртский изучается в 32% школ. То есть, в 32% школ всего лишь в Удмуртии изучается удмуртский язык. И в сельских тоже? Это из всех. Из всех. Есть такая ситуация, что, например, Алнашский район Удмуртии, один из самых удмуртскоязычных, где доля удмуртов наибольшая в республике. Если есть населенный пункт, где удмурты не составляют большинство, более 70%, ну, например, есть поселок, там удмурты где-то 40% населения составляют. В школе этого поселка удмуртский язык не изучается вообще. Вот такая ситуация. Как факультатив, удмуртский изучается в 11% образовательных учреждений. Вот. Риторика нового главы республики такая, что, значит, у нас нет проблем с изучением удмуртского языка. Удмуртия часть глобального мира. Давайте обратим свой взор в сторону английского языка и будем усиливать свои компетенции в части английского языка. Тоже какое-то некорректное противопоставление удмуртского языка английскому языку создается. Зачем их вообще на одну плоскость помещать? Кто сейчас будет спорить с конкурентоспособностью английского языка, да? Тем не менее, это делается. Можно вопрос? Да. Вот вы, значит, там являетесь в международном совете, по-моему, новогорских народов. Вот как этот вопрос, допустим, в Эстонии? Как вы видите там? Вы что-то есть, я думаю. Все изучают эстонский язык. Ну вот, да, вот с этими, с языками. В Эстонии все изучают эстонский язык. Есть еще, значит, малые народы Эстонии, это Виру и Сету. И они на территориях своего проживания в школах изучают это в качестве предмета. Свой Виру язык и Сету язык. Значит, есть русскоязычные школы, там изучается русский язык точно как предмет изучается. И, по-моему, часть, примерно где-то 40-50% предметов также изучаются на русском языке. Вот. Вернусь к российским финно-угорским республикам. Вот. В Удмуртии, соответственно, в сельских школах где-то 4 часа в неделю изучается удмуртский язык. Ну, это вот удмуртские сельские дети. А еще такая есть проблема, что где-то треть, значит, в третье сельских школ удмуртских удмуртский язык изучается по программе для детей, не владеющих удмуртским языком. То есть дети, которые говорят с родителями по-удмуртски дома, знают удмуртский язык, умеют им пользоваться. В школе изучают язык по заведомо, ну, упрощенной программе, совершенно примитивной, которая пригодилась бы скорее для русских, татарских, чувашских детей в Удмуртии. Но она им не дается, потому что в Удмуртии нет всеобщего изучения удмуртского языка. И сейчас в Мордовии, соответственно, в Мордовии, значит, два мордовских языка, ирзианский, макшанский и русский, вот все три языка являются государственными. Соответственно, в Саранске, в столице Мордовии, где-то в 98% школ изучают один из этих мордовских языков. В формате одна, один, два урока в неделю. Ну, и глобально можно сказать, что это уроки не языка, а уроки такой, ну, мордовской культуры, краеведения, да. То есть они там учат фразы, основные какие-то простейшие способы, основы грамматики. Вот. Но, конечно, этого мало для того, чтобы мы могли говорить хотя бы о какой-то компетенции этих детей на ирзианском или макшанском языке. Тем не менее, мои знакомые, которые преподают в этих школах, говорят, что там русские дети, изучающие ирзианский или макшанский язык, делают это с удовольствием, с интересом. В целом, система построена так, что это достаточно, все непроблемно делается. Много очень такой культурологической информации. К ним приводят артистов из национального театра, музыкантов. То есть все очень ярко, очень насыщенно, очень интересно. Но вот почему-то дальше происходит так, что дети растут, вступают в дело в родителей, влияние общества. И, значит, чем старше человек становится, тем более негативным его отношение к местным нерусским языкам становится. Мариел, значит, законом о языках государственных республики Мариел предусмотрено изучение государственных языков Мариел, то есть русского и одного из марийских языков. Значит, система примерно такая же, как в КОМе, то есть марийский язык изучается как родной, как государственный. Государственный изучался по два урока в неделю. Вот в 17-м году, когда были все эти изменения, по сути, перешли к формату один час в неделю, и часть уроков марийского языка перенесли в часы. Какого марийского? Есть два литературно-горно-марийские и лугово-восточные. В Башкирии говорят на лугово-восточном. Соответственно, вот какая еще есть проблема, что уроки марийского языка переносят вот в этот такой краеведческий предмет истории культуры народов Мариел. И тем самым языковая составляющая выхолощивается. То есть, несмотря на то, что в Мордовии и в Мариел преподавание марийского и, соответственно, мордовских языков как государственных пока сохраняется, мы можем говорить о том, что это совершенно незначительное число часов, один-два часа. И со все большим выхолощиванием языковой составляющей. То есть, вместо полноценных уроков языка, все больше акцент делается на культуру, местную историю и так далее. Спасибо. Спасибо.